Дорогие братья и сестры, к нам на Бельгийский портал в Экзегет пришел вопрос, как относиться к словам, которые сейчас звучат достаточно часто. Не забудем, не простим. Человек есть образ Божий. Человек похож на Бога, человек является его иконой в очень многом. И один из даров, который дан человеку Богом, это быть похожим на него в возможности прощать. И таким образом не заводить на согрешившего благодать Божию и участвовать в том, что Господь делает грех, як и не бывший. Вот Господь этот дар свой нам, Он связал с нашим прощением. Он говорит, прощайте, будете прощены. И если не простите людям согрешений ваших, то и вам Отец ваш Небесный не простит ваших согрешений. Он это намертво связал. Наша надежда на то, что мы будем прощены. Не на то, что мы будем по заслугам нашим награждены. Ни у кого из нас таких заслуг не хватит. Мы не награждаемся, мы прощены смертью Христовую на кресте. О том, что мы будем прощены. И если вдруг мы говорим, а я не прощаю, я никогда не прощу, не забуду, не прощу, то я лишаю из себя надежды быть прощеным от Бога. Потому что я не могу войти в Его царство, куда входят только прощенные, не умея поступать по законам этого царства. Максим Исповедник преподобный говорит, что если ты, получив от Бога прощение, не хочешь сделать ближнего участником этого дара, то ты этого дара не достоин. Это прощение у тебя может быть отнято. Что в этом страшного? Если человек сделал по отношению ко мне зло, даже страшное зло, тяжелое, разрушило мою жизнь, отняло у меня что-то очень важное, близкого человека. Если я в ответ не тружусь над тем, чтобы его простить, это зло меня победило. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это зло кинуло в меня свои метастазы. И в другом виде оно завладело многим. И я так же грешен, как этот человек. И я не иду путем Христовым. Потому что Христос молился о тех, кто его распинал. И он молится Отцу Небесному, говорит, прости им, потому что не ведают, что творят. И святые угодники Божьи, начиная с апостола-архидиакона-первомученика Стефана и кончая новомучениками, как, например, преподобного мученица Елизавета Федоровна, они молились за тех, кто их убивал. И это была искренняя молитва, потому что в эти мгновения конца их жизни то состояние, в котором были души их убийц, вызывало у них большее горе, чем то, что сейчас их жизнь закончится. Потому что они были так похожи на Бога и так исполнены любви. Если я говорю, нет, я буду побежден злом, но я не прощу, я не буду в этом похож на Бога. Я сам закрываю двери вот этого своего ада маленького изнутри от Бога и остаюсь в этой туге и муке. И это мучение, которое я выбираю сам. В «Божественной комедии Данте» есть рассказ о людях, которые находятся внизу, в самых нижних кругах, близких к бездне, к последнему кругу, потому что не может и не хочет простить, а горит жаждой мести. Да не будет этого с нами. В конце концов, Господь воздаст каждому по его делам. Господь, который ищет спасение каждому, Он воздаст каждому по делам. Это Божье дело. Отдай это дело на суд Богу. Мы не знаем, как Он приведет этого человека и куда. Это любящий Отец. Он хочет привести его ко спасению. Получится или нет, мы не знаем. Но если я не прощу, у него по отношению ко мне это не получится. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok